Да, как это вообще возможно? Вижу, вижу. Всем привет, друзья, подписчики, ну и зрители. Вы на канале Тайная НЛО. Как вы думаете, что вообще происходит и что в необычном формате можно увидеть? Это, друзья, необычно, потому что парашютист был похищен летающим шарообразным объектом. Конечно, это странно звучит, но за последнее время можно много чего судить. Но то, что вы сейчас видите в поле, в открытом, где именно, в какой стране, неизвестно. Но мы видим, как парашютист просто-напросто без движения как будто застыл. Все утверждают, что НЛО могут как-то влиять на человека. А иногда люди могут просто резко замирать. Перед вами уникальный момент, но опять же, может это какая-то необычная технология, которая разрабатывается, чтобы такие летающие объекты могли ловить парашютистов. Может это даже и какая-то проверка или испытание. Но это не важно, потому что нету объяснения, что на самом деле произошло в тот день, в тот час и в те минуты. За последнее время можно видеть несколько удивительных факторов. А вот это видео было заснято где-то в России, в глубинке, в горах. Два необычных объекта, а в общем какие-то установки. Никакие моменты инженерных технологий официально их нет. Но вот интересный момент. Подписчик, который прислал это видео, рассказал, что эти необычные объекты автономны. Когда он начал подходить к одному из этих объектов, резко начали поворачиваться на него. На этом объекте, друзья, очень интересный момент, что скорее всего это новая секретная технология, оружие или там что-то ПВО, а может какие-то еще секретные разработки, появляются уже часто. Но опять же, их тяжело как-то распознать. Поэтому множество очевидцев сталкиваются постоянно с такими технологиями, особенно вот в таком необычном месте. Посмотрите, это же туман. Нет ни войск, которые охраняют ни вертолетов, ни самолетов. И вообще, как будто это что-то оставлено и все. Ну а третий вариант, даже считая, что это инопланетные пушки, которые охраняют эту зону. Но опять же, доказательств нет. Но самый интересный момент, который случился год назад, подписчик прислал это видео. Рассказал о том, что они нашли настоящего инопришеленца, или как их называют, инопланетянина. Но вот интересный момент. За этим пришельцем находится летающий объект. Все подумают, что это, скорее всего, какой-то корабль, потому что размер самого пришельца и корабля очень отличается. Но нет, друзья. За последнее время мы можем видеть, пришельцы как будто сканируют нашу планету. Какие-то устанавливают огромные стелы, а кто-то даже, друзья, и устанавливают специальные НЛО, которые патрулируют по этим местам. Вот очень интересный случай этого очевидца. Они отдыхали с семьей. Это был раскат или закат интересных моментов. Но суть в том, что это все было заснято весной. И он увидел, что что-то яркое приземляется на их поле, где они находились. После увиденного они решили подойти на метров 50 и начали снимать. И увидели, что рядом с ними, можно сказать, существо, которое не похоже ни на человека, ни на зверь. Что это может быть? Они подумали. И когда увидели, что это пришелец, то были в шоке. Есть еще очень интересный момент, который даже скрывают от нас. За последнее время были исчезнуты, реально исчезнуты, несколько сотен самолетов. Что и кто и почему за этим стоит, никто не знает. Но за последнее время можно видеть, как все это происходящее проявляется в какие-то необычные рамки. Ну, представьте, на самом деле. Вы видите летающий объект, который пролетает рядом с самолетом или что-то еще. Пилоты реагируют очень спокойно. У них нет, чтобы их сбивать, у них нет, чтобы нападать. Они просто летят по той цели, которая у них есть. У них есть методички, прописано. Но за последнее время что-то стало не так. И пилоты начали замечать, что за ними преследует нечто похожее на НЛО. А иногда даже и пытаются подлететь прям близко. И пилоты реагируют очень интересно. У кого-то отказывается работать двигатель, у кого-то теряется управление. А у многих просто-напросто иногда срабатывает страшное, необычное событие, которое находится с крыльями. Но я не буду эти факты сейчас раскрывать. И суть в том, что пилоты теряют полностью управление. И мы видим потом вот эту необычную картину. Зачем, куда они их перевозят, неизвестно. Неизвестно то, что летающие объекты часто патрулируют именно горы. Я уже говорил о том, что, скорее всего, пришельцы маскируются в горах. Потому что лед, снег и много чего другого нельзя никак заметить их. Можно, но за последнее время туда никто не пойдет. Потому что минус 20, минус 40. Не каждый выдержит. И вот самый интересный момент. Рассказал нам один очень интересный турист. Они отдыхали в горах недалеко. Название не буду говорить. Но суть в том, что они видели, как что-то прилетело в эту гору. И все. Это было ночью. И они слышали какие-то странные звуки после этого прилета. Почему объекты часто любят летать в горы, мы уже это разобрали. Но их события, конечно, очень тяжелые. Потому что за последнее время люди стали чуть-чуть бояться. И как-то относиться к этим инопланетным существам больше к угрозе, чем к каким-то там контактным. Но есть и то, что, скорее всего, это войска создают эти технологии, чтобы пугать или создавать такую необычную армию, чтобы никто даже и не думал, что это люди. Вот такие, друзья, интересные моменты, которые я мог вам рассказать. Ну, а вы, конечно, не пожалеете, поставьте лайк или хотя бы подпишитесь. Спасибо за просмотр!